Пятый, шестой, ботаника из меня, никакой. Техника чтения, 15 часов. И артистизм. Все хорошо. Мы вам более небольшие итоги. Телесуге, но вам слово. Здравствуйте, дорогие участники. Очень приятно вас здесь видеть. Очень много знакомых лиц. Вы на самом деле большие молодцы. Взять просто вот так вот текст и схода его прочитать действительно очень сложно. И тем более хочется просто отметить тех, кто читает его настолько эмоционально, настолько с душой. Отдельно вот прям хотела Валентина Яковлевна вас отметить, потому что очень вас слушать, очень приятно. И хочется продолжения. Даже вот текст закончился, и я хотела сказать, а все, и еще, давайте еще немножечко. Молодцы. Всем желаю удачи. Судить, правда, очень сложно. Если что, вы до нас не обижайтесь. У нас очень сложный выбор. Спасибо вам. Ничего, ничего. Итак, я сейчас зачитаю баллы, которые у нас получили наши участники. И поскольку сейчас было молодцы, заметили 11 человек, следующий раунд у нас походит 10. Итак, Анна Лисицына 33 балла, Юлия Дмитриева 36, Олеся Голубкова 31, Екатерина Ларионова 36, Елена Дьяченко 30, Ольга Приходько 32, Евгений Маркович 33, Мария Маркович 31, Елена Островская 35, Николай Альин 29 и Валентина Виноградова 36. Ну и, соответственно, Николай Альин у нас, к сожалению, не выбывает из нашей гонки, но большое вам спасибо. До первого раунда вы все-таки добрались. Это уже хорошо. Второй раунд, это у нас сонеты, также 10 сонетов, Серебряный верх. Начинаем мы так же, как в прошлый раз. Кто набрал больше баллов, тот идет первым. И 36 баллов у нас набрал 3 человека. Первая, оглашается Юлия Дмитриева. Леонид Трефалев, «Океан жизни». Перед нами жизнь, широкий океан, Нежданных бед, тревоги и напасти. И, покоряясь нам неведанной власти, Мы вдаль плывем, укутавшись в туман. Давно погибы в нем я от напасти, Давно меня умчал бы ураган. Но мне судьбой хранитель верный дам, Смиряющий порывы бурной страсти. С ним не боюсь житейских грозных бурь, Не утону с ним в безднах океана. Родной народ мне виден из тумана. Я вижу с ним небесную лазурь, И музыкой народных песен полную, Свободные вокруг меня затеющих войн. Так, сонеты, техника чтения. 6, 6, 5, 17 баллов. И артистизм. 5, 5, 6, 16 баллов. Следующим приглашается Екатерина Ларионова. Семен Натсон. Я не зову тебя, сестра моей души, Источник светлых чувств и чистых наслаждений, Подруга верная в мучительной тиши, Ночной бессоннице и тягостных сомнений. Я не зову тебя, поэзия, не мне. Твой светлый жертвенник порочными руками Венчать, как в старину душистыми цветами, И светлый гимн слагать в душевной глубине. Пал жрец твой, стал рабом когда-то гордый царь. Цветы увянули, осиротел алтарь. Техника чтения. 6, 6, 5, 17 баллов. И артистизм. 18 баллов. Спасибо. Следующая приглашается Валентина Виноградова. Виктор Буренин. Кандидат. Лихая тройка в рестаэнда рота примчала их, Пробравшись в длинный сад, в единение полутемном грота, Они вдвоем счастливые сидят. На столике бутылок строят без счета, Стаканы влагой золотой блестя. Она прекрасна, как мечта и рота. Он тоже мил. Он юный кандидат. Не на судебные, однако ж, место, Как думает она, его невеста. Он кандидат на славную скамью. Что мы зовем скамьею подсудимых? Он куш украл, и вот из уст любимых Не мает он. За наше счастье пью. Спасибо. Техника чтения 3665, 18 баллов. И артистизм 18 баллов. Следующим приглашается Евена Основская. Николай Минский Напрасно над собой я делаю усилия, Чтобы с души встряхнуть печали тяжкий мёд. Нет, не приходит ни уныния, ни бессилья, Прилив отчаяния растёт. Без образов, как дым плывут мои страдания, Беззвучно, как туман гнетёт меня тоска. Не стало слёз в глазах, В груди негодования, Как смерть печаль моя тяжка. И сам я не пойму, Зачем, для чьей забавы Режу её теперь в цветной убор стихов. Ужель страданиями гордиться я готов? Ужель взамен я жажду славы? Как радости людей и скорби их смешны. Забвенье, сумрак, безлюдие, тишина. Так, техника чтения 18 и артистизм 18. Следующий приглашается Анна Лисицин. Геннокентий Анинский Неустанно ночи длинной сказка чёрная лилась, И багровый над долиной загорелся поздно глаз. Видит, радуг паутина почемнела, порвалась, Малахиты только тина пышно так разубралась. Видит, барби лисоватый и ползёт, и вьётся ватой, Да из чёрного куста там и сям сочатся грозди и краснеют. Точно гвозди после снятия Христа. Оценки техника чтения 18 и артистизм 18. Следующий приглашается Евгений Маткович. Фёдор Гутурмин Я чувствую, во мне какой-то звук спит. Он разуму смешон, как детское мечтание, Как сказочных времён неясное предание, А разуму назло порой он звучит. Так в раковине звон далёких волн сокрыт, Прилива вечный гул и бурь и рокотания Меж стенок розовых слились в одно шептание, Но вся стихия там воскрешает, шумит. Мы слышим этот шум, нет, призрак шума, И в душных комнатах среди дымных городов К безбрежью в синевым мгновенно мчится дума. Надежды мёртвые счастливейших годов Ваш отзвук никогда средь тёмных треволнений Не призовёт опять Лазоревых. Так, оценки за технику чтения 18 правов И артистизм 18 Следующий приглашается Ольга Приходько Пётр Якубович На башне в поздний час Учёный наблюдал, как звёздный хор Торжественно и смело Свою вечный путь в пространство направлял. А утро к бесконечности билет. Он вычислял. Средь золотых миров комета Встретилась внимательному взору И грозному он вмолвил метеору Ты вновь придёшь Через столько-то веков Звезда придёт Веленье исполняя И обмануть не сможет никогда Науки вечной В вечности блуждая. Пусть человечество исчезнет без следа На башне бодрствовать упорно И тогда ты будешь Истинно светлой. Доставили его додуматься Техника чтения 17 баллов И артистизм Также 17 Следующий приглашается Олеся Голубкова Ольга Чунина Певцы прекрасного Туман сомнений мрачных Для вас не затемнит Кастальских вод хрусталь В струях поэзии Холодных и прозрачных Не скрыли вы заветную печаль Для вас крушений нет И нет огней маячных Утёсы грозные Пугают вас едва И вы с доверчивой улыбкой Новобрачных Глядите пред собой Заманчивую даль Картину знаю я Тюремный двор сырой Он кажется ещё мрачнее И неприютней В холодном сумраке Вечернею порой Присел в углу его певец Беспечный слютней И там где мрак И смерть И камень И чугун Он сыплет золото своих Певучих струн Для вас жюри Оценки за технику чтения 18 И оценки За артистизм 16 Спасибо Следующая Приглашается Мария Маркович Константин Попанов Вторую ночь я провожу весна Вторая ночь ползёт тяжёлым годом Сквозь занавес прозрачного окна Глядит весна безлумным небосводом Плывут мечты рассеянной толпой Не вижу я задали прожитого Ни светлых дней Залилеенных мечтой Ни шумных бурь Ни мрака голубого Там тишина Там мрака даже нет Там полусвет Как этот полусвет Весенней ночи Бледный и прекрасный И грустный мне Как в первый день любви Смутное желание И смутное желание В крови Тревожит сон Души моей Бессмертной Санкт-техника чтения 15 И артистизм 16 Предглашается Елена Дьяченко Федор Сологуб Словами горькими Надменных отрицаний Я вызвал сатану Он встал передо мной Но в мрачном торжестве Проклятых обаяний Явился он Как дым клубящийся Густой Я продолжал слова Бесстрашных заклинаний И в дыме отрок стал Прекрасный и ногой С губами яркими И полными лапзаний С глазами темными Призывною тоской Но красота его Внушала отвращение Как гроб раскрашенный Союзник злого тления И ногота его Сверкала как позор Глаза полношные мне Вызов злой металю И принял вызов я И вот Борюсь с тех пор С царем Сомнение И пламенной печаль Так Ценки За технику чтения Первой ценки 15 И за артистизм Тоже 15 Поздравляем На этом вот заканчивается Второй раунд Я не знаю как вы Я впервые столько сонетов Такие сжатые сроки услышал Третий раунд у нас будет Проза Современная Зарубежная проза Пока подводим итоги Голя Пожалуйста Вам слово Здравствуйте еще раз На самом деле Это прям Вот действительно Огромное удовольствие Вас всех слушать Все очень по-разному читают Но Это очень интересно И для меня Вы все супергерои Потому что Можете без запинки Незнакомый текст прочитать Лично я так не могу И на самом деле Ну очень сложно судить по этому Потому что Вы все очень крутые Поздравляю всех Кто вышел Вот в этот Небольшой финал Тех Кто Сейчас сидит И просто наблюдает За происходящим Я тоже поздравляю Потому что у вас Больше нету волнения У вас есть возможность Наслаждаться тем Что происходит Вот И Тем Троим людям Которые останутся В финале Я желаю Ну Поскольку это конкурс Которому подготовиться Невозможно Я желаю вам Как на экзамене Вытянуть Билеты К которым Вы готовы Но готовы Внутренне Морально И тексты Которые соответствуют Вашему мировосприятию Всем удачи Спасибо большое У нас готовы результаты И за второй раунд И за Благодарю подвести Небольшой топ За нулевой Первый и второй раунд Итак За второй раунд Анна Лисицына 36 баллов Юлия Дмитриева 33 Олеся Голубкова 34 Екатерина Ларионова 35 Елена Диченко 30 Ольга Приходько 34 Евгений Маркович 35 Мария Маркович 31 Елена Островская 36 И Валентина Виноградова 35 Ну я хочу сказать Что в принципе Вы все очень ровненько идете Потому что перед третьим раундом У нас следующие результаты Анна Лисицына 103 Юлия Дмитриева 105 Олеся Голубкова 101 Екатерина И ниже Третий раунд Современная Зарубежная проза Начинает Анна Лисицына Салман Лисицына Салман Кубинскими беженцами Пошел ко дну Маленького мальчика Уцепившегося За резиновую камеру Удалось спасти Мать его утонула И вокруг этого Тут же началась Религиозная истерия Из утонувшей женщины Сделали чуть ли не Пресвятую деву Повсюду висели плакаты Элиан Спаси нас У нового культа Порожденного Демонологией Кубинских эмигрантов Майами Согласно которой Кастро Это дьявол Людоед Каннибал Непременно съест Мальчика живем Вырвет из него Бессмертную душу И сожрет его С горсткой Конских бобов Запишет стаканом Красного вина Немедленно Появились Свои служители Спасибо Техника чтения 15 И артистизм 15 Следующий у нас выходит Елена Строски Фредерик Бакман Тревожные люди Запрокинув голову Полицейский Решительно Уставился в потолок Говорила ему мама Что полицейские Это мальчики Которые так и не смогли Придумать себе новые мечты Всех мальчиков В детстве спрашивают Кем ты хочешь стать И в какой-то момент Практически все отвечают Полицейским Хотя у большинства из них Позднее появляются Более интересные планы На мгновение Ему захотелось Чтобы подобные планы В свое время Тоже созрели В его голове Возможно Тогда его жизнь Стала бы проще Может быть Он даже Обзавелся бы семьей Надо сказать Мама всегда им гордилась Она никогда Не критиковала Его выбор Мама была пастором И понимала Что не все профессии Только способ Зарабатывать деньги А вот папа Всегда был против того Чтобы сын носил форму Похоже Это до сих пор Тяжелым грузом Лежало на сердце полицейского Он поднял усталый взгляд На риэлтора Да Именно это я и хотел сказать Мы предполагаем Что злоумышленник Остался в квартире Так, оценка Техника чтения 18 И артистизм Также 18 Спасибо Приглашаем Екатерину Леволюнову Сара Груэн Воды слона Знакомый скрип Резиновых подметок И вот уже Две сиделки Подхватывают Магинти Под локти Он ворчит И делает Слабые попытки Вырваться Третья сиделка Войкая гигритяночка В нежно-розовом костюме Стоит в конце стола Уперев руки в боки Что тут в конце концов Происходит Спрашивает она Этот старый козел Назвал меня лжецом Вот что Отвечает Магинти Благополучно Водруженный Обратно в кресло Он надергивает рубашку Поднимает заросший Седой щетиной подбородок И скрещивает руки На груди И старым болваном О, я уверена Что мистер Янковский Вовсе не хотел Начинает девушка В розовом Еще как хотел Отвечаю я Но он тоже хорош Носил воду Для слонов Как же Да вы вообще Хоть представляете Сколько пьют слоны Пожалуйста Оценки техникочтения 18 И артистизм 18 Следующий приглашается Евгений Маркович Роберт Ирвин Утонченный мертвец Это Брэнда Это Брэнда Каролайн Представила мне Свою спутницу Брэнда Самая обыкновенная Молодая женщина Вполне Заурядной внешности Стояла За спиной Каролайн И с любопытством Смотрела на меня Как у тебя симпатично Повторила Каролайн Она прошла в комнату И принялась осматриваться Она трогала вещи Брала их в руки Примерила шляпу Гаучер Щелкнула пальцем По медному шарику Неумело Сработанные Модели Печечного двигателя Стоявшего Меня на столе И перевела в движение Сложную систему Маятников и рейн Каролайн С подозрением Понюхала трубку Для опиума Рассмотрела Коровий череп Бутылку клейна Коллекцию деревяшек Выловленных из реки Портрет Муссолини Приспособленный Под доску Мишень для дарца Статуэтку из зибы Гипсовый бюст С фонологической разметкой Огромный тибетский абак К стеной фигуры Девы Марии Распятой на Христе И разумеется Мои картинные рисунки Разбросанные По всей комнате Уважаемые члены жюри Пациентка за технику чтения 17 баллов И за артистизм 18 Следующий приглашается Валентин Виноградов Да мелкий спятая сальня Каково это Дышать соленой водой А вдруг Нола на самом деле Русалка Вдруг она не утонет Но очутится В подводном царстве Обретет рыбий хвост И сможет плавать В владениях Посейдона Вместе с капитаном Небо И Эх Так и не удосужилась Дочитать Моби дико Вдруг Не дочитывать книги Это грех И Нола Обречена Торчать Частинище Томясь от незнания Чем все Завершится Ильею готова На другая кара До скончания Времен Парафтаться Среди бесчисленных Страниц Запутываться В саргасах Недосчитанных Историй Океан нежно Пощипывал Бубами ее соски Бутынку Нола Сошла в воду По шее Стало тепло Захотелось спать Нола Медленно погружалась На берегу Кто-то надрывался Вон она В воде Хватай ее Нола Оглянулась К ней по пляжу Прижали трое Не трогайте меня Крикнула Нола Технипочтение 18 И артистизм Также 18 баллов Следующий приглашается Олеся Глубкова Анна Говальда Мне бы хотелось Чтобы меня кто-нибудь Где-нибудь ждал Я стою перед Милтоном Мне холодно Я плачу как ребенок Я мечтаю оказаться Неважно где Только не здесь Я спрашиваю себя Как мне возвращаться домой Я смотрю на небо Ищу звезды Но даже их нет И вот я уже рыдаю В захлеб И подобных случаев Когда ситуация становится Совсем уж отчаянной Самое умное Что я могу сделать Это позвонить сестре Би-би-би-бззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Ты можешь меня забрать? Что происходит? Что с тобой? Тревога в голосе. Я повторяю. Можешь за мной приехать? Кто-то мигает фарами на другом конце стоянки. Давай, садись, старушка, командует сестра. Ты приехала в бабушкиной ночной рубашке? Заметь, я старалась прибыть как можно скорее. Акадзаки, технические чтения, 18 и артистизм, 18 баллов. Следующей приглашается Ольга Приходько. И он, Бэнкс, мост. И тогда мы разом стреляем. Вернее, нажимаем на спуск. И ничего не случается. Оба патрона оказались негодными. Поэтому мы просто улыбаемся друг другу. С покорностью, наверное, разворачиваем кареты и едем в освояси. Заканчиваю я свой рассказ. Доктор Джойс глядит на меня поверх золотой оправы очков. Это и есть ваш сон? Я киваю. И тут я проснулся. И все проявляется раздражение в голосе Джойса. Больше ничего не было? На этом сон закончился. Твердо произношу я. На лице доктора Джойса отчетливо видится недоверие. И вряд ли можно строго судить за это моего лечащего врача. Ведь все вышеизложенное сплошное вранье. Он качает головой. И трудно объяснить этот жест чем-либо иным, кроме недовольства. Техника чтения. 18. И оценки за артистизм. 16. Спасибо. Следующий приглашается Юлия Дмитриева. Чарльз Мартин. Когда поют сверчаки. Голоса в моей голове вступили в решительную схватку друг с другом. Пока они боролись между собой, я подошел к Синде сзади. И, достав из кармана четыре четвертака, протянул ей на раскрытый атомник. Обернувшись, Синде увидела меня. И, похоже, с трудом подавила напавшую на нее внезапную дрожь. Отбросив с лица прядь волос, которая, впрочем, немедленно вернулась в прежнее положение, она взяла предложенные монеты и, опустив их в щель приемника, нажала кнопку с надписью «Диетическая кора». Темные круги у нее под глазами говорили о глубокой усталости и полном упадке сил. Поэтому я сам отвернул пробку на пластиковой бутылке и протянул ей. Синде сделала глоток, посмотрела на меня поверх бутылочного горлышка и кивнула. «Еще раз спасибо, мистер». Опустив взгляд, она сосредоточенно потыкала мыском туфле в какое-то пятнышко на бетонном. с добавлением цветной каменной крошки полу. А потом снова взглянула на меня. Оценки в техниках чтения. 15. И оценки за артистизм. 15. Спасибо. Следующий приглашается Мария Маркович. Джонатан Коу. Дом сна. Роберт пользовался безопасной бритвой. И боль, пронзившая икру, заставила его взгр... Извините. Заставила его вздрогнуть от неожиданности. Порезался он довольно сильно. В воду побежала струйка крови. Вопреки ожиданиям, бритье ног оказалось вовсе не расслабляющим и приятной в своей бездумности процедурой. Определенное внимание все-таки требовалось. Но все равно Роберт никогда не видел смысла в волосатых ногах. Он спрашивал всех своих подружек, что они думают по этому поводу. И с узумлением услышал, что волосатые ноги очень привлекательны. Тем лучше, думал Роберт. Но расценивал их тягу к волосатым ногам, как некое извращение. Он почти закончил с бритьем, остались только лодыжки. Но с ними придется повозиться. Поэтому сначала лучше немного передохнуть. Роберт снова погрузился в серую воду, густо покрытую темными волосками. И некоторое время рассеянно разглядывал грязные, трещины в кафельные плиты. Техника чтения и артистизм 18. И завершать третий раунд Елена Дьяченко. Рюмороками все оттенки голубого. «Эй, парень!» – занесся женский голос. Бледно-фиолетовое вечернее небо передило мне душу. Голос принадлежал и порке, сильно похожей на Марианну Фэйфул и сидящей за рулем серебряного Ягуарьер. Дама поманила меня пальчиком. Открыла дверцу Яга и вежливо спросила, не хочу ли я сесть в машину и составить ей компанию. Запах ее духов ощущался издалека. Женщина рассмеялась и сказала, что она работала манекенщицей высшего класса. Но после одного скандала была вынуждена уехать сюда и теперь подрабатывает в престижном клубе «Кактус». И тут у меня завелся клиент Якудза, владелец лесопильной мастерской в Кумамото, который начал меня обхаживать. Я ничего против не имею, но больно уж прилипчивый старикашка. В деньгах я особо не нуждаюсь, поэтому сказала, что у меня есть младший брат, у которого больное сердце и никого кроме меня. На самом деле никакого брата у меня нет, но сегодня настал день, когда я должна показать кого-то вместо него. Техника чтения и оценки за артистизм. Так, ну что, друзья, поздравляю, давайте походим в группу. Сейчас мы пойдем на одну минуту, чтобы подвести итоги и уже огласим окончательные результаты и кто у нас проходит финал. В этом шагу, если есть кому-то что-то сказать, да? Пожалуйста. Спасибо. Итак. Более всего там четырех раундов. Оценки и баллы распределились следующим образом. Ирина Диченко, 122 балла. Аплодисменты. Мария Маркович, 130 баллов. Анна Лисицына, 133. Юлия Дмитриева, 135. И Ольга Приходько, также 135 баллов. Олеся Голубкова, 137. Евгений Маркович, 139. Чуть-чуть, Евгений, вам не хватило. Вы занимаете четвертое место. Итак, тройка лидеров, которые у нас выходят в финал. 141 балл Екатерина Иларионова. 142 балла Валентина Виноградова. 143 балла Елена Островская. В финале мы будем читать также. Не удивительно, будем читать. Финал называется «Михайлов день». Все авторы – Михаил. Это стихотворение. Какое стихотворение выпадет? Кому? Мы не знаем. Все предыдущие баллы у нас сгорают. То есть вы начинаете с нуля. Оценки будут ставиться. Оценки 1, 2 и 3 остаются у наших членов жюри. Я предлагаю сделать, наверное, вам сделаем тайну вот такого. Подведение итогов. То есть мы не сразу будем показывать оценки, а когда все трое почитают. Каждый член жюри для себя выделяет первое, второе, третье место. То есть за первое место 3 балла, за второе 2. То есть член жюри не может поставить две тройки, он ставит 3, 2, 1. И, соответственно, подводим итоги. И награждаем. Хотя я считаю, что все вы большие молодцы. Итак, давайте тогда, как у нас было заведено. Кто больше баллов набирал, тот и первый идет. Теперь у нас Елена Островская. Пожалуйста. Первый финалист. Аплодисменты. Михаил Анчаров. Тихо капает вода. Кап-кап. Намокают провода. Кап-кап. За окном моим беда. Завывают провода. За окном моим беда. Кап-кап. Капли бьются о стекло. Кап-кап. Все стекло заволокло. Кап-кап. Тихо-тихо утекло. Счастье моего тепло. Кап-кап. День проходит без следа. Кап-кап. Ночь проходит. Не беда. Кап-кап. Между пальцами года. Просочились. Вот беда. Между пальцами года. Кап-кап. Валентина Виноградова. Пожалуйста. Второй финалист. Также аплодисменты. Михаил Дудин. В моей беспокойной и трудной судьбе останешься ты навсегда. Меня поезда привозили к тебе, и я полюбил поезда. Петляли дороги, и ветер трубил в разливе сигнальных огней. Я милую землю навек полюбил, за то, что ты ходишь по ней. Была ты со мной в непроглядном дыму, надежда моя и броня. Я, может, себя полюбил потому, что ты полюбила меня. И завершает финал. Екатерина Ивановна, аплодисменты. Михаил Светлов В каждой щелочке, в каждом узоре Жизнь богата и многогранна. Всюду, даже среди инфузорий, лилипуты и великаны. После каждой своей потери Жизнь становится полноценней. Так индейцы ушли из приема, Так суфлеры сползли со сцены. Но сквозь тонкую оболочку исторической перспективы Пробивается эта строчка Мною выдуманным мотивом. Но в глазах твоих, дорогая, Отражается наша эра Промелькнувшим в зрачке трамваем Красным галстуком пионера. Спасибо. Ну, так, жюри позволят итоги. Сейчас, теперь, почитайте. Вы все же не скажете. И мы все... Мари, войдите. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слышать чтение вслух Мне когда-то читал мой папа не только сказки, а вообще всякие разные детские рассказы, когда я была маленькой. Может быть это вот пошло оттуда, вот это удовольствие от чтения вслух. Потом я когда училась, слышала очень много записи, у нас всегда дома стояло радио, очень много произведений там транслировалось, с большим удовольствием это можно слушать. И когда у меня родился сын, я тоже много-много читала ему вслух. Я очень рада, что у моего сына всегда на столе новая книжка. Я с большим удовольствием сегодня слушала всех, кто читает. Вы знаете, вот для меня немножко было удивительным то, что это некоторый чемпионат, да, потому что мне кажется, вот это чтение вслуха, это можно просто, ну как говорится, вот собраться и просто читать для того, чтобы получать удовольствие, да, слушать друг друга, читать самим. А вот то, что из этого, вот именно чемпионат получился, знаете, есть своя какая-то прелесть, потому что, знаете, после Агнии Барто перестроиться внутренне и прочитать Ахмадулину, ну мне кажется, это определённый нужен, ну какой-то такой спортивный интерес, да, вот поставить вот как-то себя внутри, вот сгруппироваться и вот что-то такое сделать. Поэтому я очень рада, что в наших киришах у нас столько людей, которые любят читать и любят читать вслух. И я очень хочу, чтобы наш конкурс продолжался, а наше сообщество любителей чтения вслух росло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, вы готовы? А, вы готовы? А, я сейчас снова вставлю грида Ершовой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, начнём. А теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Так сказать, от имени и по поручению. А сейчас мы предоставляем слово жюри для награждения, а мы будем параллельно выручать книжки. Я предлагаю тогда, наверное, мы будем получать дипломы за участие. Получают все, подарки получают все. Я понимаю, что для дипломов там очень здорово сделано организатор в следующей разе. Есть чемпион и есть второе место. Все остальные поздравляем всех вас, глазу всех. Второе подчертое место. Итак, Мария Королева награждается диплом и памятным подарком. Дипломом за второе место награждается Екатерина Филиппова. Награждается Раиса Белоусова. Награждается Татьяна Битко. Награждается Елена Дьяченко. За второе место. За второе место. Спасибо. Чуть-чуть. Награждается Евгений Маркович. И Мария Маркович. Сразу выходите. Награждается Ольга Брикотько. Награждается Олеся Голубкова. Диплом и памятным подарком Юлия Дмитриева. Пожалуйста. Награждается Анна Лисицына. Спасибо. Награждается Валентина Миноградова. Спасибо. Награждается Елена Островская. И дипломом победителя отборочного этапа чемпионата мира по чтению услуг в Иршах награждается Екатерина Иларионовна. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 спонсоров чемпионата придут всем на электронную почту. Спасибо. Мы останемся для финального снимка Я надеюсь, все вместе с своими дипломами Сфотографируемся на память Раз уж у нас такое событие Мы очень рады, что он в Киришев проходит Мы с Натальей Петровной хотели бы, конечно Поблагодарить членов жюри За честное судейство Такое замечательное И, конечно, нашего такого харизматичного ведущего Поэтому очень понравилось Спасибо вам большое Я бы хотела вручить благодарственные письма От Межрегиональной Федерации Чтения Сергею Герасимову Спасибо Екатерине Петейной Екатерине Поповой И Ольге Хорниной А у меня благодарности От Муниципального Автономного Учреждения Культуры Межпоселенческий и Культурно-Просветительский Центр Киришского Муниципального Района Мне за честное почтение 6 баллов За артистичность Сейчас проверим Выражаем благодарность Герасимову Сергею Васильевну Спасибо Выражаем благодарность И выражаем благодарность Герасимову Ольге Васильевне Очень рады Видеть вас В наших Надеюсь Замечательных стенах Мы нашли время Столь занятые люди Пришли Замечательно судили Вели Екатерина одна Даже приехала Из Санкт-Петербурга И у нас для вас Еще небольшие Тоже Подожди Поэтому Это также Спасибо 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 Спасибо